Приветствуем всех! С вами комментаторы Олег Саламаха и Дмитрий Анисимов. Продолжаем мы знакомить вас с планом шахматной партии. И на очереди очередной подраздел, который будет называться «Поле». В нем речь пойдет о полях и слабых пунктах, соответственно, в лагере соперника. Итак, предисловие. Значит, слабый пункт. В процессе шахматной партии в расположении обоих противников часто образуются слабые и сильные пункты. Сильным пунктом является такое поле, где может настолько прочно обосноваться какая-либо из фигур, что ее бывает трудно согнать или разменять. Сильное поле для одного из противников, естественно, будет слабым для другого. Ну, значит... Ну, обычно эти поля, которые не биты пешками. Да, и, соответственно, дальше здесь написано. Значит, а слабым пунктом может быть как поле, так и пешка, которой до поры до времени ничего не угрожает. Но которая через некоторое время может стать объектом атаки противника. Так, в начальном положении пункты F2 и F7 слабее других, так как они систематически в ряде дебютов становятся объектами нападения. В то же время эти пункты нельзя считать слабыми полями. Слабое поле и слабый пункт иногда бывают явлениями временными, поскольку большинство шахматных процессов протекает динамически. Обстановка борьбы постоянно меняется. Итак, еще один подраздел. Вечный конь. Значит, особенно грозную силу приобретает конь, занявший неприступную позицию на слабом поле в центре или в лагере противника. Недаром такой фигуре присвоено образное название Вечного коня. Ну и, соответственно, на тему Вечного коня у нас партия. Значит, игралась она между Ливенфишем и Дубининым, значит, 9-е первенство СССР, 1934 год. Итак, Ливенфиш играл белыми, Дубинин играл черными. Е4, Е5, конь F3, конь F6. Русская партия. Русская партия. Или защита Петрова. Или защита Петрова. Да, но здесь Ливенфиш играет конь C3, конь C6 и слон B5. Защита... О, дебют четырех коней. Нет, это уже испанская партия. Нет, это дебют четырех коней. Слон B5, слон B4. А тут почему-то D6 пошли. D6, и вот как раз написано. Вот теперь да, вот теперь она. С перестановкой ходов получился вариант защиты Стейница с позиции коня на F6. В этом варианте черные получают несколько стесненное положение. Но практика показала, что белым трудно использовать небольшие выгоды, которые они приобретают в центре. Есть еще улучшенная защита Стейница. А6, слон A4 и тогда D6. Да, 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 есть такое. Она получше. Ну, она получше, да, улучшенная называется. Не даром она улучшенная. Ну, я не знаю, почему я не играю это, но вот почему-то она лучше. Ну, потому что слон на А4 в ряде случаев стоит хуже, чем на B5. Потому что слон на B5 может вернуться, а на А4 он в каких-то вариантах попадает. Ну, понятно, под что он попадает. Значит, слон. Так, и вот здесь вот как раз D4 сыграли белые и черные сыграли ED. И значит, неоправданный размен. Правильным ответом является слон D7. То есть пойти надо было слон D7. Правда, и в этом случае черным позднее придется взять на D4. Но это произойдет тогда, когда они достигнут мобилизации основных сил и подготовят рокировку. То есть сдавать центр можно было после хода слон D7, допустим, слон E7. Рокировка. Ладья E8, слон F8. И после этого уже можно было преспокойно играть ED. Так как в этом случае ладья уже стояла на E8 и была контратака по линии E. Правильно же? Угу. Но сразу ED. Это, можно так сказать, уступка. Вот теперь, когда конь D4... Давай, вот конь D4, да, Витя? Да, конь D4. И вот я вот в учебнике рейте говорил, вот, у белых превосходство в пространстве за счет того, что у белых пешка на E4, у черных на D6. Это дает белым перевес. Вот я рейте читал, вот об этом говорилось много там. Угу. Я все сказал. Так. Черные пошли слон D7. Значит, слон бьет C6, меняют, как ни странно, слона на коня. Но имеют в виду... Холодная игра. Да, но имеют в виду, как говорится, конкретную замысел. Потому что черные должны играть Bc. Потому что в случае слон бьет C6, просто не получится ни преимущества двух слонов. И еще и пешки будут такие же. Понятно, что слон бьет C6 было бы играть не очень хорошо. Значит, черные стремятся сохранить своего белопольного слона. В случае, вот как раз, в случае слон бьет C6, конь бьет C6, Bc, ферзь F3, ферзь D7, H3, слон E7, значит, слон F4, рокировка. Значит, с последующим ладья А, D1, ладья E1. И черным трудно противостоять концентрированному удару всех фигур противника. Ну, прорваться здесь тоже сложно. Но согласен, что позиция с такими вот пешками не очень приятная. Тем более, что после ладья D1 будет грозить прорыв E5. Правильно же? Ну, у ученых ведь линия B есть, как-никак. Ну, линия B есть, да. Но ее в любом случае можно всегда защитить. А если B3, то как-нибудь конец C3 подцепить? Ну, я вообще не вижу, как это сделать. Не, ну там после ладья D1, например, ладья B8, есть ход слон C1 обратно. А, да-да-да, тогда вообще. Да-да, пока линия B вообще ничего не дает. А здесь уже ладья начинают, соответственно, работать. Итак, Bc пошли в черные. Ферзь F3 пошел Ливенфиш. Это активное выступление ферзя с потенциальной угрозой E4, E5 стало возможным лишь вследствие пятого хода черных. Пятый ход черных у нас как раз был, что они сдали центр. Итак, C6, C5 пошли черные. Значит, если играть слон E7, значит, вот сейчас, то тогда E5 у нас получается... Два боя на пешку C6. Да, E5, значит, DE, конь бьет C6, значит, слон бьет C6. И двух слонов нету, и есть только проблемы. Пусть черные. Да, ферзь бьет C6, конь D7, но ферзем нельзя закрываться, понятно, что Ладью не надо отдавать. Конь D5, слон D6, слон G5, все очень печально, G6, слон E3, значит, рокировка, рокировка. И, играя далее, Ладья D1, то есть белые в следующем ходе играют опять же Ладья D1, и начинается вот эта вот очень такая неприятная активность. Ну, видно, что здесь белые фигуры не стоят просто явно лучше. Ты согласен, да? Тут тяжело возразить. Итак, значит, играя Ладья D1, белые закрепляют свои достижения в центре. Поля C6 и D5 являются реальными слабостями. Итак, значит, C5, конь F5, слон бьет F5. Все же приходится менять белопольного слона. Конь на F5 расположен очень сильно и препятствует рокировке, а следовательно мобилизации сил черных. Оттеснить же коня путем G6 невозможно ввиду слон G5. Слоном даже нельзя закрыться, сразу проигрываешь. Не буду слоном-то даже закрываться. GF, E5. Конь B5 там еще, потому что где-то... Не, ну тут все очень плохо. Слон бьет F6. И нельзя бить по сладяну A8. Да, E4. Конь бьет E4. Печаль, беда. Красивый разгромчик. Уже все, уже проиграно. А все, финиш-то. Поэтому слон бьет F5, ход вынужденный. Значит, ферзь бьет F5, ферзь D7, ферзь F3. Не меняемся. Итак, ладья B8. Вот, Дим, как раз твой ход. Самый, который ты говорил, что будут они так играть. Самый очевидный. Ладью увел из-под боев. И на пешку B2. Да, и слон теперь не может выйти, ну, так, можно так сказать, удобно. Потому что будет пешка B2, потеря. Итак, белый заканчивает развитие. Ходит рокировка. Слон E7. B3. Вот тот самый как раз план, что слон встает на B2. Значит, рокировка. Черным необходимо теперь держать под постоянным контролем белые поля. Главная роль в выполнении этой задачи выпадает на коня. Поэтому, по возможности, надо избегать, значит, его размена на неприятельского слона. Ведь в этом случае... Надо уничтожить коня. Короче. Да, ведь в этом случае задача обороны целиком ляжет на пешке. Например, для защиты поля D5 придется сыграть C7-C6. То есть, вот слабое поле как раз. Ну, обозначим его не так, не красным, а желтым. Слабое поле D5. Значит, для того, чтобы его защитить, придется сыграть C7-C6. Рано или поздно. И, соответственно, это ослабит пункт. Тогда уже пешка D6 будет. D6 будет ослаблена, да. Значит, ход G6 для обороны поля F5 приведет к созданию новых слабостей в позиции рокировки. С этой точки зрения уже последний ход черных не точен. В план белых входит размен слона на коня. И полезно его предупредить было ходом, значит, не ладья, не рокировка, а H6 надо было сыграть. Просто надо было сыграть H6, не давая вот как раз осуществить вот эту самую идею. Потому что вот этот самый конь как раз держит очень важное поле D5. Значит, B3, рокировка, слон G5. Вот она, вся эта идея осуществилась в чистом виде у белых. Итак, белые последовательно ведут свою линию. Они, правда, еще не грозят взять коня, но после водя D1 угроза размена станет неприятной. Ну, сразу понятно, брать нельзя, потому что там на C3. Просто возьмут и все. Да, невозможно будет прыгнуть. Значит, и конь D5 ходят черные. И, соответственно, вопросительный знак. Эпик фейл. Вопросительный знак. И, значит, пишет комментарий Романовский. Очень удивительно. Черные сами идут навстречу желанию противника. Уж если отходить конем, то лучше конь Е8. Значит, было сыграть конь Е8. Чтобы пешку D6 поедерживать. Да. Хотя это и нарушает взаимосвязь черных водей. Все же после конь Е8, слон бьет Е7, ферзь бьет Е7, конь D5, ферзь Е6. Черные не могут, а черные, вернее, могут защищаться и не без успеха. Оставляя за собой возможность хода C7-C6. Потому что не будет вилки, конь держит поле C7. А королевскую водью ввести в игру можно путем F7-F6 и водя F7. В этом плане защиты конь играл бы большую роль, прикрывая пункты C7, D6. Значит, G7 и пункт F6. То есть конь очень хорошо работает, на самом деле, на Е8. Хоть он и стоит так коряво, но он выполняет достаточно хорошую и важную защитительную функцию. Ну, конь вообще хорошая, защитительная фигура. Да, и написано, значит, далее. Вместо слона конь D5 была еще одна возможность сыграть H6. То есть, значит, не конь Е8, а еще H6. И на слон H4, значит, ну понятно, сразу опять бить нельзя, потому что ладья, вот эта вот ладья, она еще не успела выйти на D1. Это очень важно было заметить. То есть, пока нельзя брать на F6. В этом случае у нас получалось вот что. То есть, надо просто показать. Слон бьет F6, ладья D1, да, мы делаем ход, но здесь просто слон бьет C3, ферзь бьет C3, и абсолютно ничего белые не добились. Теперь уже поле D5 это никакая не слабость. Ну и получается у нас абсолютно такой, можно сказать, равный тяжелый фигурный эндшпиль. Правильно? Угу. Вот. Значит, поэтому H6, слон H4, G5, слон G3, ладья Е8. Значит, недостаток этого продолжения заключался в некотором ослаблении королевского фланга. И особенно поле F5. Но зато и черные имели бы объект нападения. А пешку Е4. То есть, ну, слон потом через F8 идет на G7, это понятно. И здесь, опять же, черные могли защищаться. Это был, можно так сказать, контрплан. То есть, как они еще могли играть. Но конь D5, это, как ты говоришь, это действительно эпик фейл. Дубинин Петр не разобрался. Значит, и получилось у нас конь бьет D5, слон бьет G5, ферзь G3, слон D8, ладья D1. И еще одна ошибка, которую делают черные, они играют F5. F5, они стремятся проявить активность. То есть, ну, включить в борьбу ладью F8. Но написано, еще одна ошибка, приводящая к тому, что конь белых на D5 становится вечным. Впрочем, положение черных трудное. Плохо играть C6. Значит, из-за конь E3. И слабость на D6 непоправима. То есть, конь еще идет на F5, но и тут на D6, в общем, здесь беда. Согласись, позиция очень плохая. Угу. Вот. Значит, но с другой стороны, без C7, C6, им трудно развернуть игру. Ибо конь D5 сковывает все их действия. Значит, F5. И здесь, соответственно, маленькая такая задачка, позиционная, как белым здесь нужно было играть. Соответственно, ставим на паузу, смотрим. Ну, а мы продолжаем. 3, 2, 1. И здесь сильнейшим ходом является E5. E5, белые идут вперед. Ну, бить, конечно, нельзя, потому что конь F6 и ферзь летит. Нет, там слон. И там еще и ладья. А чего? А, да-да-да. Нет, там ладья. Чего ты говоришь? Да-да-да. Водья, в смысле, да-да-да. Я имел в виду... Ладья открывается. То есть, на ферзя. Бить, конечно же, нельзя. Итак, ладья E8. Сыграли. Черные. Значит, понятно, что после C6 конь F6 шах. Такой удар. Слон бьет F6. И ладья бьет D6. Такой промежуточек. Ферзь C7. EF. Ладья бьет F6. Ладья бьет F6. Эншпиль безрадостен для черных, но это был меньшим из зол. То есть, соответственно, ферзь бьет G3. Получается FG. Сюда. Сюда. Ну, нет. Это... Не, не, ну, это... Дрова такие, а не пешки. Не, ну, тут, по-моему, нереально защититься. Ну, как вы... Ну, это дрова такие. Не, с такими дровами не выжить. А с другой стороны, вот в этой позиции, то есть, вот-вот ладья бьет F6, и ладья бьет F6, что делать? Ферзь на C7 висит. Висит. Далеко отойти от ладьи он не может. Он никуда отойти не может, потому что по-любому меняться, и получается вот этот самый вариант форсированный. То есть, понятно, что C6 уже... Ну, да, отойти он вообще не может, да. C6, кстати, красиво, да, проиграл? Вот конь F6, красивый удар. Угу. Итак, ладья E8. Значит, ED. CD. И вот теперь пешка на C6 не может пойти, прогнать коня и конь вечный. Да, белые успешно завершили первую часть плана. У них вечный конь в центре. Этого преимущества вполне достаточно для победы. Ну, сами посмотрите, какой это красавец. Стреляет, можно так сказать. Во все стороны. Не то, что как я в какой-то партии стене сказал, что у белых там... Смотрите на это животное. Там конь никуда ходить. А тут он по всей доске. А слон вы видите, что очень и очень ограничен. Итак, борьба вступает в заключительную стадию реализации перевеса. Опираясь на мощную позицию вечного коня, белые развертывают неотразимое наступление на королевском фланге. Ладья Е1. Ладья Е6. Конь Ф4. Вынуждается... Мне как-то зависло. А, вот, все отвисло. Значит, вынуждается размен. Да. То есть, ну, завоевывают линию Е. На самом деле белые просто. Ладья бьет Е1. Ладья бьет Е1. Значит, слон А5. Конь Д5. Слон Д8. Ну, можно сказать, черный просто ходит туда-сюда. Они не знают, что делать. Х4. Ладья Б7. С4. Ну, посмотрите, какой красавец. Конь. Король Ф7. Ферзь Ф3. Король Ж8. Ферзь Е2. С угрозой выиграть слона. После ферзь Е8 шах. Ну, да. Шах взял. Ладья Шах. Король отходит. Слона взял. Да. Ответ слон бьет Х4 невозможен. Из-за ферзь Х5. То есть, вот сейчас вместо... Черный сыграет Ж6. Если слон бьет Х4... То ферзь Х5 и на Е8 беда. Да. Ферзь Х5 и на Е8 у нас просто идет мат ладьей. И поэтому теряют фигуру черные. У нас получается двойной удар. То есть, на фигуру и на поле Е8. Итак, продолжаем. Соответственно, черные пошли Ж6. Значит, Х5. Итак, продолжаем. Значит, Х5 пошли белые. Король Ф8. Х6. С намерением продолжать ферзь Б2. То есть, просто внедриться по диагонали. Это очень неприятно. Ну, ты сам посмотри. Слон на Ф6 встать не может. Вообще ничего не может. Значит, слон этот бедный пошел на Ж5. Как говорится. То есть, с намерением продолжать ферзь Б2. Вот здесь вот. Были и другие пути. Например, сразу ферзь Б2. То есть, вместо Х6 уже можно было сразу пойти ферзь Б2. Или можно было еще вот так пойти. ХЖ. ХЖ. Конь Ф4. И играть вот по этим вот полям уже. То есть, ну здесь столько слабостей, что здесь просто не выжить. В черном. Ну да, очень печально. То есть, здесь дело вкуса уже. Как добивать, как говорится. Но Ливенфиш предпочел, можно сказать, самый жесткий путь. Слон Ж5. Ферзь Б2. Значит, написано. Черные даже не предупреждают угрозы. Последней надеждой их было. То есть, вместо сыграть слон Ж5. Вот этот вот. Это плохой ход. Последней надеждой было сыграть ферзь Ф7. Но после ферзь Д3. А5. Ну, Сукцванг вообще ходить просто нечем. Приходится ходить пешкой. А5. Значит, конь Ф4. Напали на пешку. Они также не смогли бы долго сопротивляться. Но здесь и поле Е6. Ну, совсем беда. Просто вообще. И ферзь С3 потом. И пешка висит Д6. Нет, здесь бедная позиция. Ой. В общем, ничего здесь уже не спасало черных. Слон Ж5. Они пошли. Ферзь Б2. Ну, теперь понятно, что брать нельзя. Из-за ферзь Х8 шах. Поэтому король Ж8. Но тогда Ф4. Ф4. Теперь выясняется, что на А6-то брать нельзя. Потому что вилочка на Ф6 будет. Вилочка на Ф6 от коня. Значит, слон Д8. Конь Ф6 шах. Красивое решение. Достаточно, конечно, даже ладья Е7. То есть здесь вот было сыграть. Сразу выигрывал ладья Е7. А, ну и слоном Б от нельзя, потому что мат на Ж7. Поэтому выигрывается ферзь. То есть выигрывало и так. Но конь Ф6 шах. Слон Бет Ф6. Ферзь Бет Ф6. Д5. И просто ЕД и черные сдались. Не ЕД, а ЦД. Опечаток в книге. Да, ЦД. ЦД и просто черные сдались. Ну, посмотрите на поняечную позицию. Это просто, можно так сказать, лебединая песня. Цуксвангу. На доске у черных просто полный Цуксванг. То есть ходить абсолютно нечем. Угрожает просто Д6 и ладья Е7 с матом. А если сыграть ладья Б6, единственный ход, то тогда ладья Е8. Ой. Е8, не Е7. Ладья Е8 шах. И брать нельзя, потому что мат на Ж7. А что еще делать? Больше ничего нельзя делать. В любом случае здесь, вот в этой вот позиции, просто уже черные погибают. И даже нет хода, ходов королем туда-сюда. Ничего нет. Король под патом. О, это вообще неприятно. И нет ни одного шаха белому королю. Ну, просто, я говорю, полнейшая доминация. В общем, очень красивая партия, которая показывает, соответственно, план, который осуществили белые. То есть сделали они вечного коня. Значит, еще раз посмотрим на это, значит, где у нас это было. Ходом Е5 сделали. Так, где-то я здесь его показывал с картинками. Да-да-да, стрелочки во все стороны. Вот не могу найти, куда-то потерялось. А в Ферзии 2 у тебя ход 27-й. Что у тебя там? Нет, это линия. Где же я его рисовал? Наверное, где-то раньше. Ну, ладно. Вот такая вот позиция. Посмотрите, соответственно, на вечного коня. Ну, а мы, соответственно, заканчиваем наш репортаж. Для вас работали Олег Соломаха и Дмитрий Анисимов. Смотрите и далее наше видео. Дальше будут еще интереснее партии. Ну, и, соответственно, всем спасибо и всем пока. Всем пока. Играйте в шахматы. Играйте в шахматы.